Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusvFPS. По названию вы уже догадались, что сегодня у нас вторая часть рубрики «За кого начать карьеру в FIFA 14 Mobile?», то есть на Android. Данная игра является очень популярна в сегменте мобильного гейминга и у многих игроков возникает вопрос «А за кого же начать карьеру?». Вот они начинают за рандомные клубы, скорее всего за топовые, у которых очень много бюджета, очень много топовых игроков, и они даже не знают, а как распоряжаться бюджетом, а как покупать и продавать игроков, и вообще зачем покупать, если у меня уже и так есть топовые игроки, в итоге разочаровываются они, значит, в режиме карьеры и прочее. Сегодня у нас, как вы поняли, российская премьер-лига, сезон 13-14, и сейчас посмотрим, какие клубы здесь вообще, в принципе, можно взять, исходя из ваших собственных личных интересов. Что вы хотите? Либо играть за топовый клуб, у которого большой бюджет, и всех разносить. В таком случае вам подойдет ЦСКА, Локомотив, ну и, собственно, Зенит с самым большим бюджетом, аж 40 миллионов евро. В принципе, на этом наша подборка топовых клубов, ну еще и Спартак можно взять, разумеется. Заканчивается следующее. Это середники, клубы-середники с более-менее приличным бюджетом. Конечно, сюда можно было отнести и Локомотив, но так как он является все-таки грандовым клубом нашей лиги, и поэтому я отнес его к первой части. Здесь можно отнести Казанский Рубин, за который я тоже делал карьеру, возможно, даже и возобновлю ее, ну, собственно, вновь, да. Вот, это середняк с приличным бюджетом, есть где развернуться. Разумеется, прямо сейчас не стоит, ну, в первом же сезоне покупать и продавать игроков, пока что развивайте своих, а потом уже делайте различный трансфер. Ну и второй клуб, за который я тоже играл более-менее долгое время, это Динамо Москва. Тоже с приличным бюджетом, но все-таки середняк, не топовый клуб, клуб с хорошей большой историей. Следующая категория, это вот если вы хотите, ну, развить клуб, и у вас есть более-менее хороший, даже топовый, я бы сказал, бюджет. Например, как у ЦСКА. Это команда Анджи Махачкала, у которой есть более-менее средний состав, даже, скорее всего, слабый состав, который можно развивать. Есть молодежь, которую вы развиваете, потом, значит, зарабатываете на них деньги. У вас есть бюджет в 19 миллионов евро, на который, конечно, не разгуляешься, но можно купить более-менее хороших, добротных игроков. Ну и следующая категория, это если вы хотите, значит, начать со слабым клубом и довести его к вершинам, собственно говоря, славы. Тогда вам подойдет такой клуб, как... Не тот. Вам подойдет такой клуб, как Волга. Секунду. Вот он. Я за него тоже делал карьеру. Если интересно, можете глянуть, конечно. Конечно, если не ошибаюсь, целый сезон отыграл. Вот. Волга. Состав, честно говоря, слабый. Однако к нему можно привыкнуть и добиваться с ним больших успехов. Но лишь только имя Булыкина говорит о многом. Он здесь, кстати, играет, да. Поэтому, я думаю, стоит попробовать. Так, следующая команда. Это у нас Томми. По-моему, если не ошибаюсь, она самая слабая здесь команда. С самым маленьким бюджетом. 750 тысяч евро. Что можно выделить здесь? Довольно-таки слабая команда, но приятный состав, приятная форма. Можно привыкнуть играть. Также есть мощный форвард панчинг, которого игра постоянно вызывает в сборную России представлять нашу родину. Поэтому, вот, рекомендую. В принципе, больше каких-либо рекомендаций дать не могу, потому что за другие команды я не играл. Вот. В принципе, на этом все. Если данный ролик был полезен, то что вам нужно сделать? Поставить лайк. Подписаться на канал, если еще не подписаны. Нажать на колокольчик. И сделать репост данного видеоролика своим друзьям, потому что, мало ли, вдруг они тоже играют в FIFA 14 Mobile на Android. И не знают, а за кого же начать карьеру. А вы им так репост скинете, а они посмотрят. Может, сделают какие-либо выводы. Вот. В принципе, а я с вами прощаюсь и пойду что-нибудь интересное записывать. Короче, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok